Календарные события И нужно как-то считать, то есть как-то оценивать свою жизнь, не просто быть в потоке времени, что советуют все духовные люди, учителя, то есть что время неделимо, как вы сказали с самого начала, что оно всё едино. Но для того, чтобы существовать в материальном мире, нужно понятие деления времени, и чтобы мы все на планете или мы все в определённой культуре соотносились с каким-то временем, как-то здесь жили, как-то делили свою жизнь на этапы. И, конечно же, это деление будет иметь астрологическое обоснование, потому что мы живём в пространстве, которое устроено определённым образом, и вот откуда пошло понятие год. Мы считаем годами, то есть у нас исчисление, у нас определённый год, у каждого человека какой-то свой год, то есть в зависимости от того, к какой культуре он относится. Но у нас сейчас есть универсальная культура, и мы вступаем в 2017 год, хотя здесь, в Таиланде, мы вступаем в 2560 год. То есть здесь у нас другое летоисчисление, ну это не так важно, важно, что это год. Что такое год? Это когда Солнце проходит все свои состояния и возвращается в ту же точку. То есть какую точку оно возвращается в то время, когда мы празднуем Новый год? Это уже второй вопрос, и разные культуры празднуют это по-разному. И то, что мы празднуем 1 января, Новый год сейчас, в принципе, эта дата вообще ни с чем астрономическим таким особым не связана. Это больше культурное явление, переход с 31 декабря на 1 января. Если мы сейчас посмотрим пространство, то всё важное уже произошло. Это произошло около Рождества, это было, когда было солнцестояние зимнее, и был самый короткий день. И вот с 21-22 декабря, ещё 23-24 считается, что Солнце ещё находится в зародышевом состоянии, и с 24 на 25 оно начинает расти, день начинает расти, света получается у нас больше, с каждым днём становится. И вот к этому приурочено празднование Рождества. А то, что связано с Новым годом, это искусственная дата, то есть она не астрономическая. И когда она возникла, если мы посмотрим в историю, эта традиция возникла в Древнем Риме, и Юлий Цезарь установил праздновать Новый год 1 января, хотя изначально праздновался Новый год с 1 марта до этого. И в России, в том числе, на Руси, скажем так. Он тоже начинался с весны. И даже в нашем словаре, который тоже соотносится с римским, вот тем западным словаре, как мы называем месяцы, то есть декабрь — это десятый месяц, октябрь — это восьмой, но слово окта — восемь, дека — это десять. И это именно количественное название месяца, если мы начинаем с марта. Потому что Новый год начинается весной, и это логично, что весна, природа просыпается, какие-то сельхозработы начинаются. А 1 января есть такая легенда, не знаю, насколько она правдивая, что нужно было выбрать нового полководца. И был закон, что можно только с Нового года это сделать. И на время перенесли Новый год на 1 января, чтобы выбрать полководца. И как-то так повелось с того времени, и закрепилось это 1 января. Хотя, если мы говорим о наших предках, я имею в виду славян, они праздновали вообще Новый год соответственно вот этим циклом астрономическим, астрологическим. И многие века — это было в сентябре, когда у нас осеннее равноденствие. То есть это называлось новолетием. И если мы посмотрим на все культуры, исконные культуры, они всё время привязывали эти праздники к астрономическим явлениям. И поэтому очень хорошо наложилось и Рождество. То есть Рождество уже наложилось на праздник, который все уже отмечали, все так называемые язычники дохристианские отмечали день зимнего солнцестояния. В это время были празднования. И в это время, кстати, когда ночь надвигалась, вот эта самая длинная ночь, восходил знак Девы. Даже можно в астрологической программе посмотреть вот примерно то место, где Иерусалим, ну даже где западная Европа. И вот в это время могли наблюдать знак Девы, восходящий над восточным горизонтом, в то время как темнеет. И одновременно была символика, но все понимали, что что-то новое произошло, новый младенец родился. И солнце называлось младенцем. И вот это рождение у Девы-младенца, это астрономическое явление, под которое или на которое уже наложилось потом. Вот эта символика христианская Дева Мария, рождение Иисуса Христа. То есть это и так происходит. То есть это происходит рождение Солнца. Иисус Христос ассоциируется с солнечной энергией, с Солнцем, с тем человеком, на которого мы ориентируемся. И мы, в принципе, проигрываем, проматываем тот же самый сценарий на Рождество, который был задолго, ещё до христианства. То есть это происходит всегда. То есть в это время начинается Новый год, то есть начинается прирост дня. И вот эта символика, связанная со свечами, потому что нужно озарить светом, это время самое тёмное, она тоже была до христианства. И, конечно, и до ёлок, на который мы сейчас новогодние ставим, это Christmas tree. То есть это всё уходит корнями вглубь, в единую, до какую-то такую сконную культуру. У нас же есть понимание, что до того, как возникли разнообразные народности или народы, у нас была единая культура. И её называют ведической культурой, или культурой, которая объединяла всех людей. И вот оттуда идут все символы. И даже те вот Дед Мороз, даже Снегурочка, это она как-то... Да, конечно, это всё идёт из ведической культуры. Ну, ведическая культура была присуща каждому. То есть это не то, что связано с индуизмом, это именно то, что связано с лавянами, да, изначально. То есть это славянская культура в том числе. И даже в славянское... Славяне они даже до христианства, наверное, более чем другие, чтили эту культуру, которая сейчас у нас называется язычеством, или чем-то таким не очень хорошим после прихода христианства. Хотя это просто всё, что объединяло людей, это было основано всё на астрономии и на астрологии. И сейчас всё это, в принципе, любое празднование Нового года, которое традиционное, по китайскому календарю, то есть оно тоже связано с астрологией. И вот у нас будет Новый год, когда там... Не помню дату Нового года китайского, она всё время плавает. Между 21 января и каким-то февраля, то есть всё время попадает туда празднование китайского Нового года. И календари азиатские, они связаны с циклом не только Солнца, но и с циклом Луны. И они вот эти две энергии перекрещивают между собой, потому что вот Солнечный год, мы знаем, 365 дней длится. То есть мы знаем 365 дней в году. Но есть ещё Лунный год, когда... Потому что Лунный месяц — это не 30 дней, как месяц Солнечный, это 27-28 дней. Луна обходит весь зодиак за 27-28 дней, вокруг нас обращается. И получается, что они между собой не совсем соответствуют, там нужно добавлять дополнительные месяца, чтобы они соответствовали, Луны. И вот этот китайский Новый год, он высчитывается также после 21 декабря, когда у нас совершилось вот это, пошёл на прибыль свет, после второго Новолуния. И это второе Новолуния, это и есть китайский Новый год. Вот так. То есть это связано с Луной, с фазами Луны ещё. И поэтому дата плавающая. Кстати, во многих церковных праздниках мы то же самое наблюдаем. Потому что церковные праздники накладывались всегда на те праздники, которые существуют в народе. Для того, чтобы народ лучше усвоил новые образы. На уже какое-то имеющееся празднование, и туда накладывалась энергия Нового Святого. И вот эти все праздники святые, церковные, они тоже по Луне считаются. Поэтому у них плавающие даты. Да, конечно. Что такое год? Год — это когда Солнце проходит, все 12 знаков зодиака, и приходит в определённое место обратно. Когда человек рождается, у него Солнце в определённом градусе. То есть он под Солнцем рождается. И вот этот градус определяет его основную задачу, основную канву жизненную. И когда у человека Солнце возвращается в тот же самый градус, то есть для него свершается Новый год, свершается переход. И в ведической астрологии, например, есть такая техника, кстати, заимствованная из астрологии Ближнего Востока. называется «Варшафал». Это когда мы смотрим годовой календарь человека, мы фактически смотрим, когда вернулось Солнце обратно в тот же градус, и мы смотрим, как теперь планеты стоят в этом Новом году, когда Солнце вернулось. Солнце-то возвращается, а планеты-то меняются по-разному. То есть каждый год существует что-то своё. То есть какое-то определённое настроение запечатлевается в этот день рождения. И мы смотрим в зависимости от этого, каким будет его год, какие там сильные энергии. То есть, допустим, если в то время, когда Солнце вернулось на круги своя, встало в ту же точку, допустим, в это время Марс был в сильной позиции, значит, мы можем сказать, этот год для человека будет очень деятельным. То есть он много всего сделает и много всего сотворит, потому что много энергии и действия в этом году. Или, допустим, Венера. То есть у него много всего произойдёт в сфере взаимоотношений. Но это очень так примерно всё. Техника гораздо глубже. Вычислять хозяина года, какая планета будет преимущественно преобладать, вычислять разные тенденции в этом году. То есть да, действительно, возвращение Солнца в тот же градус, в то же место, как при рождении, это день рождения человека. И мы его празднуем, поэтому. Мы его празднуем каждый раз в день рождения свой Новый год. Да. Ну, вот нужно сказать, что мы сейчас празднуем Новый год. Вот сегодня уже для нас это свершится. И когда всё человечество, все люди, охваченные этой энергией перехода, это тоже очень что-то это значит. Это, ну, так, наверное, планировали, так скажем, правители, когда, которым нужно было объединить всю нацию. Потому что это очень большой выброс энергии, когда люди одновременно что-то празднуют. То есть они одновременно находятся в каком-то умонастроении. И, конечно, хорошо бы праздновать это астрономически тоже. Ну, раз у нас закрепилось 1 января, то ладно. Просто непонятно, какой переход, куда мы делаем сейчас. Но мы его делаем. И в нашем сознании какой-то рубеж проходим. И можно таким же образом посмотреть, а какой же сегодня день, то есть в каком умонастроении мы входим в следующий год. Луна, конечно, посмотрела, какой сегодня день, по крайней мере, как Луна сегодня стоит. То есть потому что Луна определяет умонастроение вообще такое на бытовом уровне, о чём люди вообще думают. И это благоприятная энергия. Вчера новолуния случилась. Сейчас посмотрим. Новолуния была чуть раньше. Сейчас я открою астрологическую программу. Просто посмотрю. Сегодня второй день растущей Луны. И, значит, новолуния, соответственно, случилась 2 дня назад. Ну, я вам говорю по ведической астрологии, по сидерическому зодиаку, как это происходит. То есть сегодня у нас растущая Луна уже, второй день. И сегодня Луна находится в знаке Козерога. И в общем такой благоприятный для начинаний и для переходов на кшатри, который называется Утара-шатха. Это такая энергия, которая связана с… Её всё время рекомендуют соединиться с этой энергией, когда мы хотим начать что-то фундаментальное. Фундаментальное, какое-то действие, которое бы продолжалось долго. Например, в это время очень хорошо закладывать фундамент под дом или начинать какую-то работу, рассчитывая на долгосрочный результат. И вообще это очень благоприятная энергия. Бывают, конечно же, и похуже. Ну, то есть не то, что хуже, но бывает очень такая вот… Например, возьмём-то на кшатру Мула, Бхарани, то есть такое какое-то напряжение. А сейчас вот в этот Новый год мы входим в очень таким рабочем умонастроении. То есть это знак Козерога, знак рабочий. И в этот год можно будет, благодаря такому переходу, сделать много важных фундаментальных вещей. Это общее значение. И если мы вообще о Новом годе говорим, что нас ждёт, нас ждёт скоро астрологический, астрономический переход, связанный с тем, что Сатурн покинет, наконец-то, знак Скорпиона, и у нас закончится время, связанное с трансформацией и кризисом. То есть всё, что мы два с половиной года переживали — кризис, трансформация, переустройство в сфере работы, карьеры, то это уже будет отдано прошлому. И у нас теперь это произойдёт 27 января. То есть в конце января уже Сатурн двинется в знак Стрельца, и у нас будет новая энергия. Энергия, я часто упоминала, по-моему, на наших передачах, для того, чтобы учиться, творить новые образовательные проекты, то есть всё, что связано с переосмыслением себя после кризиса. То есть такое возрождение. Возрождение. И это продлится два с половиной года. На самом деле не всё так просто, потому что в апреле Сатурн станет ретроградным и пойдёт в обратную сторону, и снова зайдёт в знак Скорпиона и позволит нам доделать недовыученные уроки. То есть опять-таки нас погрузит в эту трансформацию по каким-то… У каждого это своя сфера в зависимости от того, какой у вас гороскоп, но обратно будет откат, то есть какое-то время сложностей и опять заново возрождение. И то есть в этом году ставку хорошо делать на образование и на реорганизацию, такую духовную или образовательную реорганизацию своей деятельности. Что-то новое выучить, что-то куда-то свою деятельность направить благодаря новому образованию в новое русло. Вот это нам предлагает Сатурн сделать. Будет такой переход. Нет, неспокойный. Неспокойный. Да, как планеты стоят. То есть будет много эритрогрессии. Вот этот Сатурн, который, он вроде зайдёт в знак Стрельца, но Стрелец — это как раз-таки знак, связанный с идейной революцией. То есть это больше… Нужны новые идеи для дальнейшего существования. И потом опять он вернётся в Скорпиона. Это опять какое-то переживание заново, кризиса. И сейчас у нас очень тоже неспокойное время. Я только сказала про Луну, что мы переходим в Новый год с такой Луной, более-менее нормальной. Вот она даже ни с чем не соединена. Она стоит в Сказироге, в Тарашатхе. Но мы переходим одновременно ещё с таким очень неоднозначным соединением. Вот сейчас соединился Марс с Венерой и с Кету в одном знаке. И вообще вот это соединение Марса и Кету, оно считается опасным достаточно, потому что выплёскивается энергия прошлого в действии. Кету — это то, что связано с прошлым. И если ещё сейчас к ним Венера подошла, это ещё означает, что мы можем терпеть какие-то изменения во взаимоотношениях. То есть у каждого человека вот сейчас, в данное время, может быть пересмотр взаимоотношений с противоположным полом, со своими партнёрами, какие-то случайные встречи с прошлого. Для кого-то это в зависимости от сущности долга с прошлого, а для кого-то это, может быть, и счастливый момент встречи своей половинки с прошлого. А для кого-то, наоборот, это может быть расторжение существующих отношений. То есть вот сейчас вот эта энергия, она прямо… Это всё в Водолее происходит. И Марс и Кету стоят в Накшатре Шатабиша, то есть в Водолее. Такая Накшатра, она связана с обнулением. Она связана, кстати, с авиацией, с астрономами, с любой техникой, которая авиационная, космическая. И вот мы недавно были свидетелями такого случая, когда самолёт просто падает вследствие какой-то поломки. И если составить Мухурту, то есть время на время взлёта, это как раз-таки восходил Скорпион и управлял и Марс, и Кету в Скорпионе, и обе планеты в Шатабише. То есть обе планеты вот в этом тяжёлом положении достаточно, вот эти технические поломки. И то, что мы с вами тоже испытываем сейчас, эти технические какие-то вещи. Непонятно, откуда взявшийся. Всё вроде работало, а теперь не работает. Да, вот знак Водолея, он связан с новыми технологиями, особенно на Шатар-Шатабише. Вот у кого нет хорошей кармы на высокие технологии, у того идут поломки, пересмотры. Это значит, нам нужно ещё раз к этому обратиться. Ещё это всё накладывается на то, что у нас ретроградный Меркурий. Это тоже связано. Я хотела сказать просто, что два фактора совпадают. И ретроградный Меркурий, который коммуникацию задерживает. И ещё вот это соединение Марса и Кету. Марс, он, в принципе, тоже связан с техникой. И тоже связан с чем-то вот, с технологиями. Особенно, когда он стоит в Шатабише, на Кшатре технологичное очень вот это. Ну и у кого это ещё соединение идёт по каким-нибудь сложным домам или у людей действительно такая позиция, что-то есть в Адалии, что-то есть в Шатабише. То есть происходит выброс кармической энергии. И люди, ну я могу про себя сказать, что у меня Шатабише очень наполнено планетами. У меня там и Кету, и Луна. И получается, всё это идёт по моей Луне. И вот я тоже нежданно-негадна, почему мы отменили первый эфир, потому что была операция у меня. И первая в жизни моя операция случилась, когда именно Кету с Марсом идут по моей Луне. И по моему же натальному Кету. То есть вот тоже такая закономерность. И я даже не удивлюсь, если эта наша передача не запишется, потому что сейчас такое время. Время проблем технологических. И это накладывается ещё и на мой натальный гороскоп, потому что мы всё-таки живём, надо судить, начинать с себя. То есть как конкретно на вас это оказывается, сказывается такая ситуация. Даже непонятно, нужно или не нужно. То есть нужно прожить этот опыт. Потому что если бы мы не прожили этот опыт сейчас в таком ключе, мы бы его прожили где-то в другом ключе. Мы бы всё равно что-то назначили, что-то у нас бы где-то оборвалось. Да, то есть это нормально. Это нужно поблагодарить за этот опыт планеты или состояние пространства. Оно именно для того, чтобы переживать задержки и сейчас переживать поломки. Можно сказать, что… Мы можем сказать, что есть у человека такое даже при переходе, при любом переходе, когда он считает, что он хочет войти в новый цикл обновлённый. И это подсознательное желание обновления. И оно связано с тем, что мы готовы в это время закончить все дела. Отдать долги хорошо перед Новым годом. Не входить в новое. Одеть новые одежды. И поэтому есть вот эти все наряды, которые мы используем. Они же не просто так. Даже эти наряды могут быть оберегами, как они изначально славянами или всеми культурами исконными использовались, когда вот это ряженье происходило. Кстати, у нас вот это происходит из-за сдвига календарей, календования. Оно связано с встречей Нового года. А из-за того, что у нас сдвинулось ещё из-за Петра Первого, и всё как-то сдвинулось, и потом у нас ещё был старый стиль, новый стиль, у нас получается то, что мы праздновали раньше, 21 сентября, декабря, ну вот это, в рождественское время, у нас как-то сдвинулось на потом. И мы, получается, теперь… У нас как бы сам календарь немного увёл от астрономического явления. И мы вот эти все обряды, календование, ворожбу, которая там есть у нас в культуре, переодевание в другие одежды, там совсем древние славяне, они одевали на себя шкурой медведя. Это всё было как бы встретить Новый год через забереги, как-то войти в него, как-то чтобы была новая энергия, запустить её. И вот, в общем-то, это имеет место быть, только оно немножко сдвинуто сейчас у нас. В нашей культуре, имеется в виду на Руси, в славянской культуре. Да, и вопрос был, что мы готовы отработать. Да, действительно, мы готовы отработать. И мы можем это отработать, как приврать свой дом, выкинуть ненужные вещи, чтобы в Новый год войти без старого хлама. Можно сказать ещё про Деда Мороза. Там мы его не сказали. Персонажа нашего главного. Либо Санта-Клауса, либо Святого Николая. У каждой культуры сейчас есть своё такое существо. Персонаж, который ассоциируется вот с этим переходом, он приходит. И вот ваш же вопрос был, что как раз под конец Нового года хочется отдать долги, вот как бы со своей кармой распрощаться. Негативно. Да, вот то, что мы называем негативной кармой. Это запечатлено, например, в образе Святого Николая, который к немцам приходил, к Германии, к детям немецким. И если они себя вели хорошо, он им давал подарки. А если они себя вели плохо, то он их убил. И поэтому было вот это вот такое чувство, что надо себя хорошо вести, отдать все долги. Вот при переходе в Новый год, оно запечатлевается в культуре. И вот этот образ Деда Мороза, он связан с чем? Он связан, конечно же, с божеством, с ведическим божеством. И это ведическое божество называется Варуна. Варуна — это повелитель космических вод, это повелитель всех вод, в принципе, вообще, которые есть океанов, морей, многие яхт-клубы называются Варуны. И сейчас это также целитель, то есть он содержит в себе целительную энергию. Вот мы, кстати, упоминали про Накшатру Шатабиша, он как раз является божеством этой Накшатры. Он заведует центром водолея, центром знака водолей. И это божество всё время ассоциировалось с такой вот серьёзной энергией, с глубиной звёздного неба, с энергией сатурнянской, потому что водолей — это сатурнянский знак. Поэтому это существо или божество, умудрённое опытом. Варуна также заведует водами, которые находятся в состоянии замёрзшем. Иний, с ним замёрзшие водоёмы. Да, вот это тот архетип изначальный прообраз, из которого рождался тот образ Деда Мороза или образ Николая. Но Николая там уже совсем понятно, почему. Потому что это даже Варуна потом у славян ассоциировался с какими-то качествами Велеса. И вот этот Велес, бог Велес, он тоже повелевал и водами, и дождями. И в какое-то время христианская церковь наложила на этот образ, образ святого Николая. И даже есть в Ярославле, например, церковь Николы Мокрого. И Николаю потом молились, чтобы моряки не терпели крушения, чтобы всё проходило гладко. Дождь тоже был связан со святым Николаем. И вот этот вот святой Николаус, это тот же самый Дед Мороз, тот же самый Варуна в некоторые культуры перекочевал. То есть в немецкую, на Украине, вот сейчас на Украине идут дебаты, кто должен приходить к детям на Новый год, на Рождество, святой Николай, либо Дед Мороз. Ну это один и тот же персонаж вообще. То есть он истоками входит, да, вот в это ведическое существо Варуна, который повелитель холода, повелитель рек, озёр, всех морей и вот этого замёрзшего состояния. И это наложилось, а он ещё, кстати, связан с предками тоже. Вот Дед Мороз на Руси тоже был связан с поминанием предков, с загробным миром. И Дед Мороз никогда не был фигурой такой инфантильной или такой весёлой. Вот это всегда идёт Дед Мороз, его все очень уважают, он такой внутрённый опытом, его немножко побаиваются. И вот он связан с культом предков, с культом ночи, который обволакивает весь мир. И вот как раз в это время, когда ночь достигает своего пика, вот приходит этот самый Дед Мороз. Либо Санта-Клаус, это Святой Николай Николаус, либо Святой Николай на Украине. Вот одно и то же существо. И самое интересное, что для этого существа даже, ну потом, мы выдумали ещё Снегурочку. И не правда. Да, вот такую помощницу именно в нашей культуре. Это сравнительно недавно пришло, то есть не было изначально у славян древних вот этой Снегурочки. Но она как-то вот сама образовалась рядом с Дедом Морозом, там ещё была какая-то опера из Строгского. Ну то есть кто-то это выдумал, я читала, уже не помню. Ну это не так давно случилось. Потому что с этим существом, с этим прообразом должен быть какой-то персонаж уравновешивающий, весёлый, добрый, такого женского типажа. И это тоже запечатлено в ведических истоках. Дело в том, что Варуна сам по себе никогда не вызывался. Он вызывался вместе с божеством Митра. Митра — это божество дружбы. Дружбы, которые содействуют установлению контактов. И вот у нас как-то таким образом наше славянское сознание добавило вот этот архетип к Деду Морозу. То есть такую весёлую Снегурочку, которая устанавливает контакт с детьми. Она весёлая, дружелюбная. Ну и вместе они могут называться как Митра, Варуна. Это, кстати, называется мой проект. Ну потому что Митра и Варуна — это два божества, они всё время вместе действуют. Дэнс, это связано с нашим сегодняшним Дедом Морозом. То есть это истоки оттуда идут. Присоединяюсь к пожеланиям, к поздравлениям. Нам хорошего всем, весёлого, удачного, радостного перехода в Новый год. И встретимся в Новом году с новыми передачами. Надеемся, что все технические проблемы мы оставим в старом. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok